Я сейчас такая лохматая пойду на работу. Не уложила челку. Чего ты поближешь-то? Сейчас на работу, потом за сумкой и домой. Ой! Я уже отработала. Звонила я водителю, попросила, чтобы сюда, к кинотеатру, подвезли картошку. Короче, едет мешок картошки. Говорит, а как ты это поднимешь? Я говорю, первый раз, что ли? Там вот, короче, мешок картошки и сумка. Я прямо с остановки вызову таксу. Водителю приплачу ещё. Обычно рубль даю за то, что поможет мне её закинуть, выкинуть. И всё, прекрасно. Так вот и ездим. Короче, вот, припёрла я сумку. Мешок картошки набит... Мешок набит картошкой до такой степени, что просто водитель такси, мужик, блин, еле затащил мне просто. Вот у нас тут с канализацией какая-то, блин, вода потекла или что фиг его знает. Так они уже ездят, тормозят как сумасшедшие. Короче, моя поездка, значит, стоила рубль девяносто. На такси вызвала такси. Водитель глянул, короче, первый, что у меня мешок и поехал дальше. Отменил заказ, офигеть. В итоге я заказ взял другой чувак. И так, кстати, получилось, что месяца, наверное, два назад слышу стук, короче, на первом этаже в окно стучат. Я, короче, с окна так выглядываю. Я говорю, типа, чё стучим? Говорит, а скажите, пожалуйста, Егор у вас? Я думаю, какой нафиг Егор? Думаю, ну, чё за фигня? И, короче, оказывается, что этот таксист тогда привозил того чувака, который искал этого Егора. Я офигела. Думаю, нифига себе, как, блин, совпадает. И говорит, так это я там тоже был, типа, с этим. Прикиньте. Короче, так как он мне туда-сюда этот мешок тягал, я ему приплатила ещё 3 рубля. Он говорит, я говорю, всё, просто на газон поставьте, и всё, я за это затащу. Ну, я обычно ведром каким-нибудь переношу, либо затягиваю на первый этаж, и Денис потом приходит. И, как бы, домой заносит. Он, короче, этот мешок на плечо, говорит, показываю, куда занести. Короче, занёс, мне на первый этаж поставил. Я эту сумку уже запёрла домой, а мешок будет стоять пока что... Пока Денис, короче, не придёт. Вот. А потом уже занесёт. Но мешок они набили до такой степени, что он просто не сгибался. Вообще. Из-за вязочки буквально вот так. Блин, это вообще кошмар какой-то. Ай, я говорю это... На родителей говорю, вы чё, блин, это... Думаете, что я, блин, такая сильная, что ли? Ну, и в итоге... А тут водитель, получается, приехала маршрутка. Мне это тоже всё подоставал с багажника. И говорит, я не знаю, как ты понесёшь это. Я говорю, так я на такси. Вот. И в итоге... В итоге этот мне довёз, донёс. Ну, и сумку эту я уже припёрла домой, потому что тут такое, что нужно в морозилку что-то положить. Ну, короче, сейчас буду это всё разбирать. И я думала, что у меня выходной. В итоге фиг. Примерно где-то с двух до трёх, может быть, ближе к трём. Мне нужно будет в районе магазина нашего пойти на квартиру. Короче, нужно будет выселить людей. Потом сгоняю в магазин. И за Полиной. Сегодня Полина до без пятнадцати четыре. У неё сегодня кружок. Среда и четверг у них будет кружок. Ну, по рукоделию там, по всякой этой фигне. Поэтому она сегодня прямо аж так до упора, как говорится. Начались контрольные. Короче, не знаю, что она там. Я её дома как бы дрюкаю, подсказываю где-то что-то, объясняю. Там контрольное списывание. И по математике будет тоже контрольно. Короче, это капец. Со второго класса прям. Вот. Короче. Всё. Раздеваюсь. Разбираю. Потом, если будет настроение, наверное, может быть. Может быть. Не знаю. Ведром перенесу как бы эту картошку. Да и всё. Как бы там несколько вёдер. Уже ничего страшного. Потому что её просушить нужно. И ну как бы просто так не высыпешь. Перебрать, посушить. Фух. Так что вот так. Всё. Уже с голоду не помрём. И картошку покупать не нужно. Вот. Полине передали вот эти вот яблоки. Ну там соседка. Ещё в мешке яблоки тоже есть. Эти очень вкусные яблоки. Вот. Поэтому будут кушать. Я сейчас попробовала полинвицу. Кусочек отрезала. Очень вкусная. И колбаска сушёная. Стою дальше. Разбираю сумку. И наверное всё таки пойду я картошку эту попробую перенести. По крайней мере по частям домой. Смотрите прикол. Где спит кот. Малая сложила коляску. Мру. Вот тебе мру. А он короче залез в неё и спит. Поразвалил у неё. А она приходит и орёт. Она складывает туда его игрушки. А он хочет достать. И ни хера и не получается. В итоге вот так вот разваливает это всё. А она потом приходит орёт на него. Что он конструктор раскидывает. И эту коробку забирает. Я уже сходила на квартиру. И сейчас заеду в магазин. И сразу пойду домой. А Полину мне нужно будет собрать без пятнадцати четыре. Сейчас пойду как раз картошку начищу. И поставлю мясо. Хочу сегодня потушить картошку. Ага. Прям совсем ничего не надо в магазине. Короче. Купила на вечер йогурт питьевой. Вспомнила, что Денис сказал купить чай. Купила чай. Четыре пакета. Три в одном. Денису йогурт. Купила хлеб. И виноград. В этот раз виноград какой-то такой вот уже большой. Три пятьдесят один. Ну вот. Привезли. Короче. В среднем у нас по четыре рубля виноград. Вот. Ну. Вроде ничего. Но что-то купила. Так что. Вот такие пироги. А. Кстати. По поводу моих орхидей. Вот эти вот орхидеи были с мученистым червецом. И прикол в том, что я им пазухи попротирала чистым спиртом, разбавленным 50 на 50 с водой. В итоге ни одна дрянь больше не вылезла. Это я корневином обработала, поэтому здесь белая. Ни одна не вылезла, ни в одном вазоне я уже второй день не вижу вот этой вот ерунды. А вчера, получается, один из трех цветков, которые последняя принесла, там был такой бутон. Как мне сказала, там какой-то будет типа сорт. Там типа такая темно... Не знаю. Такая темно-бордовая вкрапинку. Я смотрю, бутон пересыхает. Думаю, открою пока что, посмотрю, что там за бутон. И просто его срежу. В итоге я его разворачиваю. А там просто, наверное, пол жмени этого мученистого червеца. И хорошо, что он реально не раскрылся, потому что он просто, наверное, накидал бы мне вот так вот все на остальные орхидеи, и эта вся дрянь расползлась бы. Короче, я уже все забросила. Ребра у меня протушились немного. Добавила картошку и добавила морковку, чеснок сушеный и соль. Все, сейчас оно все это будет кипеть тут. Это идет за травой кролю. А я пойду смотреть мужское и женское началось. Еще и вкусняшек куча. И вот эти мягкие вафли, кстати, очень вкусные. Вкусно? Все, за травой бегу. И намыла виноград. Вообще, такой классный и вкусный очень. Только что с косточками бесит вообще. Ну что, картошка готова. Какая-то она на камере сильно светлая. Она немножко темнее из-за морковки. Аромат вообще обалденный. Здесь ребрышки свиные. И ребрышки свиные, картошка, морковка, чесночок. Ну и там соль с водой, понятное дело. Резала, значит, я полинвицук. Это была немножко такая недосушенная. Внутри что-то мне не особо понравилось. Короче, так как у нас ночью были банщики, то баня горячая. Я носила, вот это вот все высохло полностью. Супер! И колбаска подсохла, и полинвичка. Поэтому будет вот такая вот красота у нас на вечер к картошечке. Сейчас еще эти косточки поубираю. Ну оно, в принципе, само вот слазит. И доложу, картошкой будем кушать. Потому что я до этого не разбирала. Что-то решила в этот раз именно вот так вот сделать. Сейчас подостаю и все. Всем приятного аппетита, кто кушает. Мы с Полиной сделали уроки. Посмотрела я слепая. Шла по телевизору. Смонтировала несколько влогов. Позагружала. И собираемся ложиться спать. Вот. Поэтому все. Всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок